Всем привет! Меня зовут Евгений Базаров. Я психолог-травмотерапевт, гипнотерапевт и системный расстановщик. Я помогаю мужчинам и женщинам избавляться от психосоматических симптомов, страхов и других дискомфортных чувств, а также работаю с бессознательными ограничениями в сфере отношений и личных финансов. Вот далеко не полный перечень тем, с которыми я работаю каждый день. В этом видео мы поговорим о страхе противоположного пола. Я расскажу об основных причинах возникновения этого страха, расскажу о механизме его развития, а также о существующих способах его проработки. Моей целью является дать вам как можно больше исчерпывающей информации о работе с этим страхом, для того чтобы вы могли наметить следующие шаги по устранению этой проблемы. В описании к этому видео вы найдете всю информацию по моей программе по работе с этим видом страха, а также чек-лифт для самостоятельной диагностики. Итак, для начала давайте разберемся с чувствами в целом. Я делю чувства на два вида, первичные и вторичные. Первичные чувства это чувства, которые возникают в ответ на раздражитель, присутствующие здесь и сейчас и по своей интенсивности адекватные ситуации. Например, вы едете за рулем и испытываете чувство страха, когда машина перед вами тормозит слишком резко. Или чувствуете обиду, когда узнаете, что любимый человек вам соврал. Или вину, когда несправедливо накричали на ребенка. Вот перечень дискомфортных первичных чувств, которые вам скорее всего знакомы. Каждая из них имеет в своей основе определенную потребность. Страх – потребность восстановить безопасность. Обида – сделать ситуацию справедливой для себя. Вина – сделать ситуацию справедливой для другого. И так дальше. Первичные чувства – адекватная ситуация, то есть имеют соотносимую ситуацию интенсивности и продолжительности. Быстро проходят и не задерживаются в сознании, потому что достигают пика и идут на спад. Имеют в качестве причины потребность, которую необходимо удовлетворить прямо здесь и сейчас. Вторичные чувства – это чувства, которые возникли когда-то в прошлом, когда ресурсов на их проживание не хватало и которые были вытеснены в бессознательное. Эти чувства появляются при появлении раздражителя, напоминающего травмирующую ситуацию. Вторичные чувства появляются в результате проекции – наложения образа прошлой ситуации на ситуацию, происходящую здесь и сейчас. Любой стимул, напоминающий первую ситуацию, вызывает тот же эмоциональный отклик, что и тогда. Если говорить о страхе, то это страх, который возникает тогда, когда бессознательное считает опасным то, что было опасным когда-то в прошлом. Простой пример – страх собак. Допустим, в возрасте 3 лет вас покусала большая собака. Поскольку вы чувствовали сильное чувство бессилия и ваше выживание было под угрозой, бессознательное начинает считать собак опасными. При виде собак вы начинаете испытывать сильный страх, возможно даже панику. В детстве эта реакция была вполне адекватной. Пока вы маленький, а собаки большие, лучше их избегать. Однако с возрастом чувства не проходят. Вы стали большим, но по-прежнему чувствуете панику при виде собак. Вторичный страх всегда неадекватен, возникает в неподходящее время и в неподходящих условиях. Вторичные страхи причиняют владельцу множество страданий, так как часто удерживают человека от значимых действий, проявления себя в обществе, создания отношений, общения и тому подобное. Если вы смотрите это видео, то скорее всего ваш страх является вторичным. Просто потому, что первичные страхи, как правило, не вызывают много дискомфорта. Если говорить конкретно о страхе противоположного пола, мужчин или женщин, то скорее всего в вашей жизни были ситуации, связанные либо с родителем противоположного пола, либо в одних из ваших первых отношений, которые стали причиной того, что бессознательное стало считать взаимодействие с противоположным полом опасным. И это привело к появлению данного вида страха. Если представить жизнь человека как линию времени, то развитие симптоматики чаще всего происходит следующим образом. Человек рождается, растет, развивается, как все обыкновенные дети. Затем в жизни его происходит некое событие, которое связано с высоким эмоциональным стрессом, психологическая травма. На графике эта точка обозначена как ядро. Для избегания повторения подобных ситуаций, бессознательное вырабатывает определенную стратегию защиты, например, страх. С этим страхом человек продолжает свое развитие, пока в его жизни не происходит еще одно событие, подтверждающее опыт ядра травмы. Возникает ретравматизация. Бессознательные выводы о себе и мире, сделанные в первой ситуации, подтверждаются. Страх усиливается. Например, в детском саду ребенок забывает стихотворение на утреннике, и толпа взрослых и сверстников его высмеивает. Сты и унижения были настолько сильными, что в бессознательном сформировался вывод – проявлять себя в группе опасно. Появилось дискомфортное чувство, страх оценки, проявление себя в группе. Человек начинает избегать самовыражения при людях, становится незаметным и замкнутым. Позже в его жизни может случиться еще несколько событий, подтверждающих выводы, сделанные в момент травмы. Например, подошел познакомиться к девушке, она его жестко отвергла. Или в школе учитель язвительно отчитал его у доски. С каждым таким болезненным событием бессознательное убеждение о том, что проявление себя в группе опасно, становится только сильнее. Как и стратегия защиты от подобных ситуаций – страх проявления и оценки. Именно так легкий дискомфорт перерастает в парализующий страх и фобию. Давайте немножко поговорим про конкретику. Если брать конкретно страх противоположного пола, то, скорее всего, этот страх развивался аналогичным образом. То есть вы можете проследить его развитие со временем, и с возрастом он мог становиться сильнее. С чем это может быть связано? Например, в возрасте 5 лет или около 5 лет с вами произошла какая-то ситуация, связанная с противоположным полом. Поскольку в 5 лет противоположный пол – это в основном родитель противоположного пола, то, допустим, произошла какая-то травмирующая ситуация, связанная с родителем противоположного пола. Например, он вас сильно обидел или каким-то образом оскорбил, отверг и так далее и тому подобное. Например, девочка идет к отцу с проявлением любви и нежности. Папа в этот момент загружен к работе и отстраняется от нее достаточно жестко вплоть до каких-то грубостей. Отвали и так далее и тому подобное. И ребенок чувствует себя отверженным, чувствует себя ненужным и делает вывод бессознательный, что я не нужен, я не достоин любви, со мной что-то не так и так далее и тому подобное. Назовем эту ситуацию ядром. И бессознательно делает вывод, что взаимодействие с противоположным полом является опасным. То есть помимо того, что прерывается контакт с родителем противоположного пола, бессознательно делает определенные выводы о противоположном поле в целом. И пока что это такая гипотеза для бессознательного. Это еще не стало убеждением. Но при этом механизм защиты уже появляется. Появляется дискомфорт при взаимодействии с противоположным полом. Например, с отцом появляется легкий дискомфорт, чувство неловкости при взаимодействии с папой, если мы говорим про девочку. И дальше этот дискомфорт может становиться сильнее. Например, девочка растет, становится больше, взаимодействует с мальчиками каким-то образом. Или мальчик взаимодействует с девочками. И происходит в возрасте, например, 12 лет, еще какая-то ситуация, которая подтверждает выводы, сделанные раньше. Например, первая любовь, первые отношения не складываются. Например, эта девочка или этот мальчик начинает встречаться с кем-то из одноклассников. И человек тоже чувствует себя отвергнутым, чувствует себя нелюбимым, находит подтверждение своей неадекватности, сделанное в первой ситуации. И эта ситуация тоже становится для него в некотором роде травмирующей. И механизм защиты от подобных ситуаций тоже становится сильнее. И дискомфорт, связанный с взаимодействием с противоположным полом, превращается уже в конкретный страх противоположного пола. Это некий архетипический пример. Понятно, что это не какой-то конкретный случай из практики, потому что в каждом конкретном случае этот механизм будет немножко отличаться. Я просто рассказываю некую схему, как это работает. И ребенок продолжает расти. У него есть страх взаимодействия с противоположным полом. Он стесняется, замкнут. Но при этом есть сильное желание такого взаимодействия. И в возрасте 20 лет, например, когда появляются первые значимые долгие отношения, и, предположим, эти отношения заканчиваются разрывом. Этот разрыв тоже болезненный. Человек снова испытывает боль. И бессознательный вывод о том, что отношения – это боль, о том, что взаимодействие с противоположным полом – это боль, снова подтверждается. И страх противоположного пола может перерастать в фобию. И в какие-то более жесткие проявления. Паника, страх близости и так далее, и тому подобное. То есть, таков механизм развития вот этого чувства. Страха противоположного пола, страха мужчин, страха женщин, страха знакомства и похожих проблем. Если мы хотим эффективно этот страх убрать, то нам нужно работать с ядром проблемы. Нам нужно работать с самыми ранними ситуациями, с самыми ранними причинами и впечатлениями, которые являются корнем вот этого чувства. Потому что чем старше мы становимся, тем меньше интенсивность чувств, которые мы испытываем. Если ситуация отвержения со стороны родителей в 5 лет достаточно болезненна, то ситуация отвержения в возрасте 30 лет уже не так болезненна. При условии, что у человека нет вот этой травмы. Если такая травма есть, если у него есть бессознательное сомнение в себе, убеждение, что со мной что-то не так, я не достоин любви, то любая стрессовая ситуация будет для него болезненна. Это как наступать на больную ногу. Если нога больная, то в целом наступать на нее больно. И при столкновении с каким-то стрессом, разрывом отношений, эта боль снова и снова появляется и начинает фонить, вторгается в сознание. Если классическая психотерапия работает с ранними какими-то травмами, помогает справиться с разрывом, помогает работать с поведением, с дальнейшим взаимодействием с мужчинами, то возрастная регрессия, системные расстановки позволяют докопаться до самых ранних причин, убрать их и вырвать эту проблему с корнем. Если мы прорабатываем раннюю причину, то все остальные причины рассасываются сами собой. И эта конструкция вся рушится. Что еще следует здесь сказать? Что вот эта конструкция, она имеет тенденцию на усиление. Если у вас есть определенный страх, страх противоположного пола, то в одночастие, просто так он никуда не исчезнет. И единственный вектор, в котором он может развиваться, это усиление. Потому что вы будете снова и снова находить подтверждение каким-то бессознательным выводом о своей неадекватности. То есть вы будете снова и снова вступать в отношения. Снова и снова в этих отношениях вы будете проживать детскую обиду, чувство отверженности, своей неадекватности. И вот этот страх, он будет становиться только сильнее, потому что бессознательное будет вас пытаться всячески защитить от этой боли. В основе любой психологической проблемы лежат болезненные ситуации из прошлого, психологические травмы. Неважно, с чем вы идете к психологу, будь это страх, симптом, проблема в отношениях или что-то еще, причиной всегда является ваш прошлый болезненный опыт. Опыт отношений с родителями, партнерами и окружающим миром. Хорошей метафорой здесь будет метафора дерева. Плоды дерева – это симптомы и проблемы клиента в настоящий момент. То, с чем клиент приходит на терапию, страх публичных выступлений, страх знакомства, страх близости, проблема в отношениях, денежный потолок. Ветви дерева – это кривые стратегии поведения, которые появились для преодоления чувств, связанных с травмой. Это ограничивающие убеждения, комплексы, вредные привычки, компенсации, избегание определенных стимулов. Ствол дерева – это дискомфортное чувство, центральная тема, связанная с психотравмой. Наконец, корни дерева – это причины, самые первые психотравмы, вызвавшие дискомфортные чувства. Как видно из примера, психотравма оставляет свой след на четырех уровнях. На уровне тела – в виде психосоматических симптомов, напряжения и телесных блоков. На эмоциональном уровне – в виде дискомфортных чувств, страха, обиды, вины и так дальше. На уровне интеллекта и логики – в виде ограничивающих убеждений и низкой самооценки. Наконец, на уровне поведения – в виде кривых стратегий избегания и компенсации стимулов, связанных с травмой. Помимо травм, существуют и другие бессознательные причины дискомфортных чувств и неэффективного поведения. Некоторые кейсы включают в себя комбинацию из нескольких типов причин. Каждый из них имеет свой собственный алгоритм проработки. В первую очередь, это такие причины, как идентификация, лояльность, вторичная выгода, наказание, детские обещания и внутренний конфликт. Идентификация – это бессознательное повторение моделей поведения и ролей значимых членов семьи или целого семейного сценария. Как говорится, решить проблемы других членов семьи можно только создав их собственной жизни. Поэтому мальчик, который осуждает отца за то, что тот агрессивен к маме, может в какой-то момент заметить, что сам стал агрессивным по отношению к любимым людям. Бессознательно мы можем перенимать из семьи целый семейный сценарий, когда мы снова и снова разыгрываем в своей жизни похожие ситуации. Теряем деньги, страдаем в любовных треугольниках, становимся жертвами и находим себе агрессора. Если посмотреть историю семьи такого человека, часто можно найти похожие ситуации в опыте родителей, дедушек, бабушек и даже раньше. Это происходит потому, что значимые для выживания модели поведения, даже деструктивные, передаются из поколения в поколение. Следующий вид причин – это лояльность. Лояльность – это бессознательная преданность убеждениям, правилам и порядкам родителей и семейной системы. Лояльность – это всегда поведение в ущерб себе в интересах другого лица. Слово loyalty с английского переводится как преданность. Это слово хорошо описывает суть лояльности – бессознательную преданность интересам другого человека. Например, если мама не принимает отца, ребенок может из лояльности к ней прерывать с ним отношения. Для такого ребенка отношения с отцом являются предательством матери, поэтому таких отношений следует избегать. Из лояльности ко всем людям в семье, которые жили скромно, человек может бессознательно запрещать себе зарабатывать большие деньги. Даже если это будет происходить, он будет от них избавляться или терять их как можно быстрее. Из лояльности к старшему брату-инвалиду, младший брат может запрещать себе жить полной жизнью. Из лояльности к предыдущему партнеру мы можем саботировать новые отношения. И так далее, и тому подобное. Вторичная выгода – это поведение в ущерб себе, которое бессознательно позволяет получать определенные выгоды. Что-то делать или не делать, брать или не брать на себя ответственность за определенные вещи. Например, я начинаю болеть, когда я устал. Это всем известный пример из детства. Или саботирую собственную целью, чтобы оставаться в позиции жертвы и оправдывать мое бездействие. Следующий вид причин – это наказание. Наказание – это бессознательное наказание себя или других людей за поступки, совершенные человеком в прошлом или кем-то из членов своей семьи. Другими словами, это бессознательная месть самому себе или другим людям. Бессознательное наказание бывает двух видов. Первый – когда человек наказывает себя. Например, теряет деньги. Или после измены, о которой жена не узнала, у мужчины начинаются сексуальные дисфункции. Или у женщины, которая позволила себе распутное по ее мнению поведение кожное высыпание. Такой вид наказания возникает бессознательно и связан с сильным чувством вины, которое вытесняется из сознательного разума. Другой вид наказания – это наказание других людей. Когда объект мести – это другие люди. Например, родители или партнер. При этом вред может наноситься самому себе. Например, дети могут до старости наказывать родителей своим деструктивным поведением. Следующий вид причин – это зароки, обеты и обещания. Детское обещание – это бессознательное внушение самому себе, данное когда-то в прошлом, и вытесненное из сознания. Это так называемое самоисполняющееся пророчество. Я больше никогда не – яркий пример такого внушения. Я больше никогда не вступлю в отношения. Я больше никогда не буду доверять мужчинам. Я больше никогда не покажу своих чувств. Все это примеры обещаний, которые становятся значимыми для бессознательного и влияют на дальнейшую жизнь человека. Ранние детские обещания – это особенно коварная вещь. Вспомнить их очень сложно, а их влияние может быть колоссальным – определять жизнь и основные устремления человека. Наконец, последний тип причин – это внутренний конфликт. Наличие в психике двух и более разнонаправленных импульсов, ролей или частей личности. Например, при созависимых отношениях – это желание уйти и желание остаться. При курении, переедании или другой зависимости – желание бросить и желание продолжать. Одна часть человека как будто требует одного поведения, а другая – иного. В результате энергия тратится на поддержание конфликта. Человек не получает ни того, ни другого. Кроме этого, может заработать апатию и разочарование, вплоть до депрессии. В своем методе я работаю с каждым из этих видов бессознательных причин. Каждый из них обладает своим собственным алгоритмом работы. Подробнее об этом вы можете почитать на моем сайте. Или задать мне вопросы лично в социальных сетях или по телефону. Любой вид психотерапии в конечном итоге направлен на устранение последствий травмы. Какие-то методы работают напрямую с причинами, психотравмирующими событиями в моменте их появления, корнями дерева. Какие-то со следствиями, кривыми стратегиями, выработанными для компенсации или избегания стимулов, связанных с травмой. Теперь давайте поговорим о терапии, о лечении страха противоположного пола, страха близости, страха мужчин, женщин и любых других страхов, связанных с противоположным полом. Что я понимаю под словом лечение? Под словом лечение я понимаю полное избавление от любого дискомфорта, связанного с противоположным полом, связанного с вашим страхом. Полное значит полное, снижение интенсивности на 90-100%. Ваш страх сейчас на данном этапе проявляется на четырех уровнях. У вас есть чувство страха, у вас есть определенные физические проявления в вашем теле в виде скованности, в виде спирания дыхания, в виде дрожи или каких-то других дискомфортных телесных ощущений. На уровне логики у вас есть определенные убеждения о противоположном поле, о себе, самооценка, о окружающем мире, о отношениях. То, что мешает вам быть максимально открытым, свободным в этих отношениях. На уровне поведения у вас есть определенные стратегии защиты себя, защиты вашего эго и защиты и компенсации. Стратегия защиты – это когда вы избегаете противоположного пола, избегаете отношений определенным образом. То есть вы что-то делаете для того, чтобы близости, отношений, этого общения не происходило. И определенные стратегии компенсации – это то, как вы компенсируете вашу потребность во взаимодействии с противоположным полом. То есть вы либо больше общаетесь с женщинами, либо смотрите какие-то фильмы, которые вам дают сходные похожие эмоции. Либо читаете книги, либо знакомитесь через интернет. В общем, каким-то образом вы компенсируете вашу потребность, связанную с противоположным полом. Есть определенные причины, по которым ваш страх появился. Это может быть детская травма, это может быть другой вид бессознательных причин, про которые я уже говорил. Ну и сразу, если говорить про страхи, связанные с отношениями, с чем чаще всего, какие причины в моей практике встречаются чаще всего. Это травматические ситуации в 90% случаев, то есть какие-то ситуации, которые стали сильным эмоциональным стрессом для бессознательного. Чаще всего первые такие ситуации мы встречаем в возрасте до 6 лет, иногда в перинатальном периоде. То есть это ранние детские травмы и впечатления, в которых бессознательно делать вывод, что противоположный пол, близость с противоположным полом, отношения являются опасными, и такого рода отношения избегаются. В более редких случаях это перенятые чувства, лояльность кому-то из родителей. Да, когда ребенок либо перенимает чувства и отношения родителя в отношении другого родителя, в отношении какого-то партнера родителя. Ну то есть неким образом учится у родителя испытывать определенные чувства. Вот, но опять же это бывает реже, чем травмы. Вот, в некоторых случаях может быть вторичной выгодой, в некоторых случаях может быть внутренним конфликтом, но такие кейсы встречаются реже. Чаще всего это, конечно же, травмы. Вот, соответственно, зная вот это, да, что ваш страх проявляется на 4 уровнях и имеет определенную причину, да, интегральная терапия вашего страха, да, будет выглядеть следующим образом, да, ваш страх нужно проработать на 4 уровнях, да, и разобраться с причинами его появления, да, и здесь могут возникать различные виды психотерапии, да, какие-то из них работают исключительно с телом, да, например, классическая психиатрия, она работает с помощью медикаментов, да, работают с уровнем тела, да, с помощью подавления определенных физиологических процессов, да, чувство, интенсивность чувства снижается. Вот, некоторые виды психотерапии, да, работают с чувствами, да, например, гештальтерапия, психоанализ, и они будут сознательного уровня пытаться найти ваши какие-то травмы, да, ваши, прорабатывать ваши отношения с родителями в расчете на то, что ваш страх станет меньше. Какие-то методы, да, психология, коучинг, тренинги будут работать с уровнем логики и поведения, да, то есть определенным образом работать с той стратегией, которая у вас не работает, да, в создании отношений, то есть будут либо толкать вас делать то, чего вы боитесь, получать этот опыт, да, либо работать с вашим отношением и интерпретациями по поводу близости, по поводу отношений, вот, ну, стоит ли говорить, да, что если вы меняете поведение, но дискомфортное чувство и телесное проявление, ну, как бы остаются кайфово от этих отношений вы все равно получать не будете. Да, вы можете в них вступить, да, но просто, возможно, потом ретравматизация, да, и усиление вашего симптома. Вот, и некоторые виды психотерапии работают с причинами, некоторые виды не работают, да, кто-то работает с ранними детскими травмами, кто-то с ними не работает, да, просто потому что, не зная о их существовании, не может добраться до них, да, с помощью определенного инструментария, который распространен в той или иной психотерапии. Соответственно, вот вы знаете вот эти пять параметров, да, по сути, точнее, два параметра, да, это четыре уровня, на которых проявляется, да, ваш страх, да, и причины, которые его вызывают, вот, и в зависимости от этого вы можете оценивать те или иные виды психотерапии. Моя идея максимально проста. Чтобы навсегда освободиться от проблемы, работать нужно с причиной ее возникновения, ядром психотравмы, самыми первыми и ранними впечатлениями, сделавшими человека чувствительным к определенным стимулам. Мой метод – это комбинация наиболее эффективных инструментов, работающих с причинами дискомфортных чувств, симптомов и вредных привычек. С помощью специальных техник мы возвращаемся к травмирующему событию, прорабатываем его на уровне тела, чувств, логики и поведения, переобучаем бессознательное адекватным стратегиям реагирования, устраняем вторичную выгоду и тестируем результат. Такой способ терапии позволяет в 9 случаях из 10 решить проблему клиента менее чем за 5 сеансов. Сложенные кейсы требуют всего лишь больше времени, результат приходит в 100% случаев. В своем методе я использую техники из разных видов психотерапии. Большая часть работы проводится напрямую с бессознательным состоянием, когда внимание максимально сосредоточено на внутренних переживаниях. Для работы с телом я использую элементы телесно-ориентированной терапии и дыхания. Для работы на уровне чувств – возрастную регрессию, элементы гештальтерапии, системной семейной терапии. Для работы на уровне логики и поведения – НЛП, рефрейминг, римпринтинг. Иногда использую работу с внутренними частями, расстановки и метафорически ассоциативные карты. Результат такой работы бесценен. Когда симптомы или проблемы человека уходят раз и навсегда, его жизнь меняется кардинальным образом. Это совершенно новый уровень свободы, счастья и осознанности. И это самая лучшая инвестиция, которую только можно сделать в себя. Попробуйте сами и убедитесь во всем самостоятельно. Чтобы узнать больше о методе, задать свои вопросы или просто познакомиться со мной лично, оставляйте заявку на сайте и мы обсудим все вопросы по телефону или в скайпе. Также вы можете связаться со мной в социальных сетях. Под этим видео вы найдете все ссылки и необходимую информацию. С вами был Евгений Базаров. Пока.